По традиции, накануне и в День независимости в Беларуси открываются новые объекты, вновь построенные или после реконструкции. Так и в этом году. В Мозере, например, завершили серьезный ремонт здания драматического театра имени Ивана Мележа. После кропотливой работы строителей театр не узнать. Два новых зала на 125 и 500 человек, современное оборудование, все для комфорта зрителей и актеров. На дальнейшее укрепление материальной технической базы будут направлены подарки от гостей. Председатель облсполкома Геннадий Соловей вручил директору учреждения сертификат на 50 тысяч рублей. Глава администрации президента Игорь Сергеенко, который присутствовал на торжественном событии, на 100 тысяч. В Петрикове Дню независимости приурочили открытие после капитального ремонта самого крупного в районе детского сада. Строители заменили электропроводку, выполнили ремонт помещений, утеплили фасад. На благоустроенной территории появились новые песочницы и игровые зоны. Детский сад рассчитан на 175 мест. Это полностью закроет потребности райцентра. Под облсполкому учреждению подарили сертификат на 80 тысяч рублей. Долгожданный подарок получили Дню независимости жители поселка Юбилейный Гомерского района. Тут построили многоквартирный дом. Благодаря этому жилищные условия смогли улучшить 36 многодетных семей. Во дворе дома оборудована спортивная площадка с тренажерами. А сами квартиры улучшенной планировки. В каждой установлен современный газовый котел для отопления горячего водоснабжения. Таким образом, у жителей будет возможность регулировать температуру в помещениях круглый год. Среди счастливых новоселов и семья Бондаренко. Мы многодетная семья. Нам выделили субсидию. Плюс разрешили воспользоваться материнским капиталом. И благодаря этому мы построили шикарную двухкомнатную квартиру с квадратурой в 59 квадратных метров. Очень благодарны. Очень этому рады. Радостное событие ожидало в эти дни и жители агрогородка Комунар в Будокошелевском районе. Здесь после реконструкции открыли дворец культуры. Учреждение – одно из лучших в этой отрасли района. На его счету успехи, победы художественных коллективов и воспитанников. Интересно, что деятельность дворца не останавливалась даже во время ремонта. Сертификат на 300 тысяч от облесполкома, который вручили во время торжественного открытия – стимул не останавливаться на достигнутом. Ремонт начался в 2019 году. За время ремонта была поменена вся кровля здания, вся теплотрасса, вся электропроводка. Был произведен полный капитальный ремонт здания. Не забыли накануне Дня независимости и об автомобилистах. В Гомеле после реконструкции открыли улицу Шевченко. Благодаря ремонту проезжая часть увеличилась вдвое – до четырех полос. Обустроены съезды с полеской. Это не только увеличит пропускную способность самой улицы, но и разгрузит другие участки, изменит картину на соседних магистралях. Непосредственно 3 июля, в День независимости, после реконструкции открыли один из старейших спортивных объектов города – спорткомплекс Училища Олимпийского резерва. Символическую красную ленточку перерезали губернатор Геннадий Соловей и мэр Гомеля Петр Кириченко. Спортивный комплекс по улице Портовой начал работать в 1964 году. Через 45 лет в 2009 его закрыли на реконструкцию. С перерывами из-за отсутствия финансирования она длилась более 11 лет. И на это время главная кузница спортивных кадров региона фактически не имела тренировочной базы. В 2019 году было принято решение, что реконструкцию необходимо завершить. Средства более 4 миллионов рублей выделили по областной инвест-программе. Сейчас это одна из крупнейших, а главное многофункциональных тренировочных баз. На сегодняшний день могу сказать с уверенностью, что это самая лучшая учебно-тренировочная база в Гомельской области. Объект предназначен в основном для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов высшего звена. Это училище Олимпийского резерва. Ежечасно тут может находиться порядка 145 человек и проходить подготовку в 7 спортивных залах. Важно не только делать нашу область крашу, улучшать ее социальную сферу, но и помнить о духовной. Ведь День независимости – это память, это уважение к тем, кто подарил нам драгоценную свободу. Торжества в День Дня Независимости – это и митинги у памятников нашим воинам, освобождавшим страну от фашистов. Они начались 2 июля. Сотни людей пришли на Аллею Героев в Гомеле. Среди них ветераны, представители руководства области, города, военные, молодежь. Во время трогательной речи участники митинга вспоминали о тех, кто не вернулся с поля боя, кто умер от ран в госпиталях или в вражеском плену. Торжественный митинг состоялся и на мемориальном комплексе «Курган Славы». Этот монумент воплощает память народа о величайшем вкладе предков в нашу мирную жизнь. Участники говорили о подвиге Героев войны, которые сражались за освобождение страны на разных полях битв. Но самое торжественное мероприятие начались в 10 утра 3 июля. До первого торжественного события этого дня остались буквально считанные минуты. День независимости. Наши люди, наверное, давно не ожидали с таким нетерпением. Пандемия немного замедлила нашу жизнь. Но сегодня у нас у всех появился как будто бы новый импульс – жить, надеяться и верить. Перед самым началом торжественной церемонии на площади труда успеваем поговорить с гостями праздника. «Праздник очень многое для нас значит. Это день связан с суверенитетом нашей страны, с Днём независимости. День освобождения города Минска, фактически освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков». «Это мир, это жизнь, это счастье, это наша жизнь». «Эмоции радостные, что мы все-таки едины, мы независимы ни от кого. И вот у нас есть такой, скажем, показательный праздник, что Беларусь является независимой страной». «День независимости – это наша жизнь, это наша радость, это наше продолжение нашей жизни, чтобы у нас было всегда светлое будущее». «Праздник начинается со слов благодарности предкам за победу и воспоминания о том, как возрождалась страна после войны. Как все вместе люди отстраивали города, с какими светлыми надеждами они возрождали то, что разрушили фашисты. И как верили, что нет ничего страшнее войны и ничего важнее свободы. Так и есть свобода – драгоценность, которая никогда не обесценится». «Ветераны, мы гоноримся вами и мнемся быть ровными к вам. Дякую вам за нашу мирную Беларусь, и каупы именно из-за курса будовництва и створения, и разливозаховывая память про героев и подеи Великой Айчиной войны. В номинальной 85-й годе Великой Пирамоги в Алабусин-Центре забили портреты героя партизана Емельяна Парикина и маршала Константин Рокоссовска. На месте спали на Львовской Лаше в Лагольском районе створили бережный мемориал безлинным аферам войны». «То, что происходит в нашей жизни ежедневно, привычно. А попробуй потерять, и сразу приходит понимание ценности простых вещей. Так и с нашей свободой. Она – наше счастье. Привычное, но общее для всех нас». «Самый главный и самый важный праздник для нашей независимой республики. И то, что на сегодняшний день, несмотря на все сложности, которые происходят в мире, наша страна отдает дань уважения людям, которые эту независимость нам завоевали. И в едином порыве собирается в этот день на значимых местах для города Гомеля, Гомельской области, Республики Беларусь. Это важный момент. Важный момент, потому что это история. Это наша история, это наше будущее. После завершения торжественной части праздника наша съемочная группа побывала на нескольких площадках, где для горожан и гостей подготовили развлекательные мероприятия, выставки, концерты. Около кинотеатра имени Калинина экспозиция военных снимков и вещей того времени. Практически все они – напоминание о героическом прошлом предков сегодняшних работников киновидеопроката. На набережной реки Сож несколько зон для активного отдыха. Юные картингисты демонстрируют виртуозные навыки маневрирования. Некоторые из этих детей уже чемпионы республики. Рядом со скульптурной композицией «Лодочник» празднуют День вышиванки. Это мероприятие проводят активисты БРСМ. Задача для участников – пройти связанный с темой вышиванки квест. Победителей ждали призы. Традиция государственные праздники отмечать вместе с другими горожанами для многих очень важна. Вечером на набережной реки Сож прошел концерт, апофеозом которого стала церемония вручения ежегодной премии «Человек-года». Почетного звания удостойны семь жителей региона. Дипломы лауреатом вручил председатель Гомельского областфолкома Геннадий Соловей. В номинации «Служу отечеству» лауреатом стала начальник инспекции по делам несовершеннолетних, милиция общественной безопасности, УВД, администрация железнодорожного района Гомеля Марина Корж. Лидеру удостойна главный редактор Жлобинской газеты «Новый день», председатель районной организации «Белорусский союз женщин» Галина Мельникова. Награда в номинации «Руководитель» присуждена директору Гомельского химического завода Дмитрию Чернякову, лучший мастер, каменщик строительного управления номер 165, строительного треста номер 14 Виктор Петренко. Победителем номинации «Человек на земле» назван председатель сельскохозяйственного кооператива «Дружба в тюке» Сергей Довгяла. Номинации «Открытие» победила 11-ти классница средней школы номер 66 Гомеля Дарья Кухаренко. Церемония вручения премии «Человек года» предшествовала заключительному аккорду праздничного дня республиканской акции «Споем гимн вместе». Главная композиция страны прозвучала одновременно на нескольких площадках города. На финальных нотах ночное небо города озарили яркие фейерверки. Марина Джала, Валерий Гопанько. Новости недели. Новости недели.